конкурент такому шоу третий день без газика разве все будет вместе болгарка не понадобится Ты с помощью или без? Я сейчас отключил. И сразу заглох? Ну, там 3 секунды уже проводится. Еще? Подожди. Давай. Зажигание настроили, свечки продули, почистили. И это было сделано раз, наверное, 15. В общем, сейчас карбюратор подтянули. Все равно он протекает в некоторых местах, пока вместо бака он наш шприц. Заводим. На гербейте поставим. 70 король. Только он в разнос сразу идет. Только ты долго не держи, только крутанил. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Но он уже тепленький, я думаю, что надо остужать и жидкость антигрица заливать. Ну, что? И выхлоп ставить. Выхлоп весь развалится. Нет, выхлоп и бензин делать. Прошла неделя. Поехали кататься. По городу. Домой. О, тут что-то даже подогрелось уже. Вот он бак топливный. Короче, выхлоп забит, зарядки нет и не было. Бака, можно сказать, тоже нет. Насос не работает топливный. Насос топливный штатный не работает. Здесь находится у нас от таза электрический. Ну, все от таза. Катушка и кремотатор. Да, но он поехал. Он поехал. Давай, пробуй. Полетел. Полетел реально. Ну, че? Итак, ни для кого не секрет, что в нынешнее время очень важно качественно и при этом еще выгодно обслуживать свои нынешние автомобили. Так вот, на сайте автоспот.ру вы можете записаться на плановое ТО со скидкой. Для этого заходим в раздел сервисы и ТО. Выбираем марку, модель, модификацию. Допустим, ТО-2 у одного из популярных автомобилей в России. Солярис 1.6 на АКП. Видим карту с ценами. Нам лишь остается выбрать подходящее предложение и записаться онлайн. Взгляните, есть предложения за 19, а есть и за 11. Согласитесь, неплохая экономия. Все предложения только от официальных дилеров, поэтому ваша гарантия остается в сохранности. Также на сайте можно попробовать как новый автомобиль, так и авто с пробегом от официальных дилеров и проверенных продавцов. Добавляйте сайт автоспот.ру в закладки и экономьте даже на базовых вещах. Ссылочку я оставлю в описании под роликом. Сейчас задние тормоза не работают, походу, кто же передний не тормозит. Куда совсем мало? Или он так мощный? Да, у тебя. Ну что, получилось? Общими, так сказать, усилиями. Ну все возможно в этом мире, да? В машине 50 лет. 72-й год. 72-й, 50 лет тачке. И последние 20 лет она никуда не ездила и просто стояла. В очень плохих условиях. Наверное, хуже, чем если бы стояла просто на улице. Там гараж, где прожрал отопление. Вот, пожалуйста, результат, что случилось с тачкой. Ну что, я предлагаю отдать хорошие руки. А если на N максимальные обороты дайте, дэм, ебать. А, нибудь, а вот смотрите. Вот. Давай заново. Ушак оторвал, скорее всего. Да там болотина, смотри какая. Я понял, бутылка. Ох, ничего себе. Ну там. Ну там глушитель, может сказать, что нет. Ну просто его нет. Вот он там болтается, но я вот так, знаешь, соединилась. И так все. Самое печальное в этом автомобиле, это, получается, его документы. Точнее, отсутствие документов и выход. Вот, она поехала, ездит. Но на дорогу общего пользования, опять же, без номеров не выехать. Просто нельзя. По гаражам. Это был первый опыт вождения 116-го кузова. Mercedes S-Class 72-го года выпуска. Мимо проходили пацаны. Лег по 5, наверное. И смотрели, говорит, какой-то Volkswagen или что. То есть звездочку не увидели, не суть. Я вам просто сказал, что, пацаны, вот вы видите этот автомобиль первый и последний раз в жизни. Если их сейчас нету по городу, просто их мало ездит, да, то потом их будет еще меньше. То есть это такой вот раритет. И, наверное, эта история так же, как и со всеми автомобилями, наверное, из 80-х, начала 90-х, когда вот они даже вроде бы и на ходу, там бочка, ауди, квадро, все круто. Но машина со временем все равно устаревает морально. Да, даже если на ходу, то, ну, хочется всегда что-то, знаете, посвежее. Я имею в виду, что в любом случае, с чего-то ты начинаешь, но в будущем все равно. Продал, добавил, купил другую. То есть ты взрослеешь, и когда тебе 40 лет, ну, наверное, не очень хочется на бочке, на ауди ездить. Можно, но у тебя должен быть второй, по идее, автомобиль. Ну, или ты взял эту машину под свои цели какие-то. И это автомобиль, вот, прямое доказательство того, что даже если вот сейчас она на ходу, восстановили документы, вот просто там вот ключи любому человеку дай, вот, забирай. Ну, просто она не нужна никому. На болты, на провода, ну, блин, если честно, даже на разборку, наверное. Просто в аппетитах такой же продается, по-моему, за 50 тысяч рублей. Вот, такого же даже цвета. И, опять же, вот висит объявление, но никому не нужно, понимаете. Это такая тачка. Вообще, да, по технологии это задний привод. Машина более-менее сохранилась. Посмотрите, у нее реально целые стаканы. Нету ни намека на ржавчину. С этой стороны абсолютно то же самое. Да, она, конечно, подгнила по кругу, по порогам. Но, тем не менее, эта машина из тех, как вы пишите в комментариях времен, когда машины не делали маркетологи. Вот, посмотрите, она просто на хром. Вот, вот его почистить, он просто, ну, даже не помутнил. Там какой-то вот идет без кастрой максимум. Вот, смотрите, вот этот хром. Бампера, зеркало. Вот это отмывается, это тоже чистый хром. Вот эти молдинги, дворники. Вот это решение вообще, в первом же не вижу, когда вот эта решетка, вот эта поджабо, да, она тоже так сделана в хроме. Тогда, когда вот на всех абсолютно тачках, там, уже два года, и вот в этих местах, да, начинает, помнишь, уже цвести, вот в этих местах, места изгиба, здесь, получается, вот оно все сохранено. То есть, по идее, да, наверное, это те времена, когда делали вещи. В данном случае, как я опять же понял, у нас трехступенчатый автомат, он ставился на многие моторы. И также у нас мотор 2.8, 190 лошадиных сил. Также там был 6,9, представляете, да, то есть это 6,00 типа считался. И там автомат был уже такой же трехступенчатый, как я опять же понимаю, но он типа усиленный. И говорят, что именно вот этот автомат, который усиленный, который с 6,9 идет, самый надежный в мире. Ничего его, ничего не боится, не сломается никак в жизни. В данном случае, конструкция, смотрите, вы нажимаете педаль газа. У вас срабатывает вот этот механизм. Соответственно, вот так это все работает. То есть, педали газа вы регулируете через эти вот тяги. Сам карбюратор. Причем здесь дополнительная тяга, здесь все это соединено. И также вот эта тяга пошла через мотор и заходит вот в это место и идет, подсоединяется к коробке передач. Понимаете, да, что вы нажимаете, и коробка передач переключается в зависимости от положения педали газа. То есть, вот такое вот конструктивное решение, когда не было ЭБУ. Как я понимаю, это М110, и по идее, чуть попозже этот же мотор уже делали на кайджетронике, а не на карбюраторе. Думали, что это номер мотора, да, там еще какая-то аббревиатура. Один, пять, три, шесть, два, четыре. Это порядок работы цилиндров. То есть, первый, пятый, третий и так далее. То есть, вот она, пожалуйста, инструкция, можно сказать, которую ты никогда в жизни не забудешь, потому что она нарисована на моторе. Вот так, кстати, нужно на всех моторах абсолютно делать, если есть трамблер. А здесь ничего нету, то есть, никаких, ну, ни надписей, да, никаких цифр. То есть, ты вот это снял, перепутал, и все. То есть, естественно, это лучше все дело подписывать, не знаю, фоткать, запоминать, потому что все это дело переставлялось и настраивалось несколько раз в наших гаражах. Ну, зажигание регулируется таким же способом, как на тазах. То есть, вот эта вещь поворачивается. Вот, на все закисшее, конечно. Вот это опора мотора. Вторая такая же находится, другой стрель, который стоит на мотор, находится в багажнике. Дело в том, что вот эти опоры стояли на том моторе, который был второй в том же самом гараже, который мы привезли, который установили, который работает и заводится. Суть в том, что здесь на всех мерседесах, если детали, то есть, к какому-то кузову, здесь есть штамповка. То есть, R123 и дальше пошел номер самой детали. То есть, R123 это кузов 123. То есть, у нас какой вывод? Эта машина стояла 20 лет. На ней стоял старый мотор, который заклинитый. Мы сейчас скинем вот эту вот крышку поддона. И здесь написано 110, то есть, мотор 110, R110. Так вот, опоры, вот эти, они стояли именно вот на этом моторе. И здесь написано 123. А опоры, которые стояли на этом 110, они сейчас находятся там. И на них номер R110. То есть, получается, что машина стояла 20 лет. На ней стоял мотор, родной, по идее, возможно, да. Возможно, уже была какая-то механическая проблема. Мы сейчас потом снимем, посмотрим. И дальше этот двигатель, он от 123 кузова. То есть, судя по тому, что у него стоят другие опоры, которые не подходят на этот кузов. То есть, мотор вот этот, контрактный, который мы поставили. То есть, уже более-менее история становится понятной. То есть, это, по идее, родной. Это не родной, это контрактный. Но он в рабочем состоянии. И не просто, наверное, так он лежал в этом гараже. То есть, я предлагаю, как сделать. По кругу. Вчера это все было откручено, но я не стал снимать. Вот, подождал момент, чтобы запечатлеть на камеру. Герметик, по идее, сорванный. Опачки. Так, ох, ничего себе, эмульсия. Ну, все понятно примерно. Не просто, наверное, он кельна поймал. Все-таки вода была в цилиндрах, а она затекла сюда, в картер. Все это превратилось в эмульсию. Ну, каких-то механических таких повреждений. О, смотри, ничего себе, сеточка смеет. Это герметик получается, видишь? То есть, здесь уже что-то ремонтировалось. Насос тоже, также эмульсия. Сеточка. Интересное решение. Так, цепь двухрядная. Шесть цилиндров, шесть шатунов. Ну-ка, что написано? 108. Original. Кстати, обрати внимание, смотри, здесь как ты двигатель не крути, ты всегда можешь добраться до любого болта. Вот с удлинителем, посмотри. То есть, обычно, знаешь, если, допустим, цилиндр находится в МТ, то есть, он ушел вниз туда, то, получается, он болт под углом, сам шатун. Понимаешь? И для того, чтобы потом разобрать, то уже каждый раз за шкив прокручивать, а здесь, по идее, можно все разобрать, и даже ни разу не открутив шкив коленвала. Ну, это хорошо, потому что у нас заклинив. Да, и вот видишь, как раз место, допустим, если насос мешает, чтобы его не снимать, как раз в этом месте у нас располагается первый шатун первого цилиндра. Вот метки, да, получается. Это что, на 18 и 12 грант, смотри, какая, да? Да, такое, да, нет, понес. А, не стирай. Мацик. Да, вчера пригнали его. Пацаны, не обращайте внимания на вот эту кучу песка. Дело в том, что вчера 10 литров масла исправили, ну, как раз таки вот этого мотора. И вот, новое приобретение, естественно, не заводится, естественно, все печально, все отваливается, ну, вроде какие-то тормоза, проводки, также проблемы есть, да? 20 тысяч рублей, на подставку телеграммский он говорит, за 20 тысяч это, как бы, получается дешево. На сегодняшний день. Это Кирбис. Китайский? Да. Участный китайский. Кирбис ТТР-250. Какой год? Год не установлен. Ну, нет, документов нет. Ну, нет. Короче, давай я сейчас мотор разберем быстренько, и я предлагаю прокатиться. Так ты же, я снизу. Покачал, он смотрелся. Вот, вы как тебе? Я уже шлем присмотрел в Кировске, продается. У нас есть с Серегейским шлем. А, такой, типа, серо-черный. А он с этой? По-моему, да? Так, это пока в том, оно. Пройди, попробуем провернуть его. Пойдем шевелиться. Не, я имею в виду, видишь, он на что-то не гуляет, он в подшипнике. Да, не, наверное, ходит. Такая затея. Знаешь, называется, затроил. Да, и чего? Клодок остался здесь, да? Да. Давай, я все повытаскиваю. О, здесь вот. Слушай, ну, задиры есть. Ну, это рабочие задиры. Ну, да, нет. Ну, вот смотри. Вот, вкладыш. Ну, он не провернутся. Он с замком. Для толщина, посмотри, да, и сейчас современные делают. 3-0-50. 0-50. Возможно, что это ремонтная уже. Отчетку здоровья, спасли какую-то. Я говорю, 3 миллиметра, даже 4, наверное. Ну, фиг, как же здесь. Современные, да, какие сейчас делают? Ну, уже таромань. По порядку складываешь, где бегутый, правильно? Так, здесь, ну, да не, это рабочие. Все-таки, получается, поршневая закисла. А, вот, виви какой. Центральный, да, получается? Ну, а с осевым биением. Смотри, как он зык. Ссылка здоровая, даже вот это боковые свинники. Так, это механики делают, здесь, миша, а не маркетологи. Ну, вот, в поршневой, например, мне, конечно, то же самое. То есть, да, дырка, блоги, смазывающая. Ну, они одинаковые все. Ну, давай, шатунный. Слышь, вкладыши можно на память просто оставить. Да, нет. У тебя вот, видно, следы воды. Видно. Слушай, ну, тоже такие вкладыши. Ну, нет, уже потоньше, смотри, видишь, они уже обычные. Потолще, чем, да, но, как на зеле. Так, а здесь у нас тоже написано 0,50. Ну, пополучи сейчас. Ну, просто номинал это или не номинал? Так, у нас тут еще. Да, не нормально. Нормально, да, получается все-таки клинк поршневой. А как-то клинк поддон одевается на сальник. Да, да. И с этой стороны, видишь, сальник какой-то. Ну, может, раньше таких сальников выучить не было, видишь, какая фигня. А что это? Ну, это отражательное кольцо. Ну, а сальника вообще нет. А, подожди. Подожди. Это подшипник. Это подшипник. Вот эта часть вала? Да. А где бублик, подожди? Нет, бублик у нас вон болтами прикручен на него. Раз, два. Это маховик. Вон маховик у нас прикручен на теми болтами. А, о. Резинка, да, получается просто. Где он такое, на зеле видели такое? Да, да, да. Вот, видишь, да? То есть, половинка просто. Нет, подожди, она здесь крутится, а зачем здесь насечка? Или она, получается, так крутится, она, ворот, этими насечками отводит масло? Это бежные силы? Да. А когда машина стоит, когда она заглушена, уровень масла у нас в поддоне масло все. То есть, она здесь не стоит масло, поэтому он не утекает. Возможно, да. Ну-ка, смотри. Так, крутится по часовой. Получается вот так вот крутится. Да? Да, она разборчивается. Да, и как пропеллер получается кидает обратно вот это от насечки. Ну, клин, все, в поршнях. Вот так надел. Да. Ну, это сальник. Это, ну, реально сальник. Да. С пружинкой совсем. Сейчас посмотрим. А, ну, смотри, видишь, на сальнике что же получается насечка есть? А, так она со временем тоже насечка есть? Да, вот она, вот ее видно. Держи, держи. Все, я терпомин, для чего насечка это? На современном тоже она есть. Получается отводить масло. Оригинал. Ну, сальник оригинал. Подержи. Ну. Ну, вот эмблема. Видишь? Ага. Оригинальный сальник. Держит, держит, не держит масло. Не проверить уже никогда в жизни. Так, иди на обратно, да? Ага. Еще подвигать, может. Гайки по периметру откручено. Здесь были три болта посередине. Тоже герметик, что ли, да? Данеры, прокладка. Паранитовые, да? Ага. КВКГ? А, точнее. Понимаешь, кому-то прокладка это нужно, допустим. Подожди, а как цепь-то? А, смотри. Протяжитель какой-то. Честно, случилось. Все блестящие, этот, какой-то. И вот, пожухлый. Видишь? Ну, как бы... Просто не работал? А, это как-то пружина, смотри, интересно. Ну, необычные, допустим, да? Кулачки. Вот это, да, первый раз вижу. Р-110, 110-й мотор. Так, что нам надо? А, подожди. Волты нет, как бы нет этих бобилей тут, получается. Вол туда вытаскивается, да? Или как? Подожди, звездочка получается. Только, смотри, на одной цепи звезда есть. А вторая... Обратно, как бы работать. Разно больше, в разные стороны? Нет, просто не на обе накинуто, а получается. Так, нет, если цепочка сюда идет, этот прочий часовой, а этот, получается, подчасовой. То есть они в разные стороны крутятся. Видишь? И тут реально нет бобилей, слышишь? А, тут вот не надо вот это откручивать. Да, да, да. То есть это уже целиковая деталь идет. А зачем на современной сделали? А, так вот, получается, на крышку скинуть, открутить звездочку, да? И все, и цепь у нас скинуто. А распредвалу надо вытаскивать, чтобы ГВЦ снять? А, вот эти болты получится открутить. А, ну... Да, по-любому. Не надо, наверное. Ну, если болт выйдет чисто по длине. А как фиксировать распредвалу надо? Делать, ну, под ключ, конечно, под набор инструментов. Вот. А здесь? Здесь, наверное, не надо фиксировать. Здесь сразу выставляется. Так. Датчик или валы, распредвала. Можем такой, что или датчик распредвала? И допустим потом. Ну, что делать? Такой вал уже опускается. Датчик или валы, распредвала. Датчик или валы, распредвала. Все интереснее и интереснее, чтобы убрал бы свою герой. А где болты? Ты сюда болтов-то я не наблюдаю. Это что такое? Стаканчики такие? А есть там цифры? Выработки. Вот. Слушай, как вторую часть башки снять? Ну, вот тут там еще надо. А, вон, вон два, да? Раз, два. Что тут с этой звездочкой делать? Кстати, все разбиралось. Все на перемещи. Кстати, парни, по поводу рейнджовера. Ну, туманки пришли, наверное, забрать их. Пороги поменял, осталось другие. Но это надо потом тачку помыть. И, кстати, по поводу дизелей. Вот эти пятна, они всегда, абсолютно всегда. Потому что на какую заправку я заеду, они все текут. То есть, получается, что заправляются не только кроссоверы и седаны, но и обычные грузовики. И вот эти пистолеты, они постоянно в масле все, вот эти, в масле, в соляре. Что же пистолет? Да, эти вот, с заправочками. Если бы я, как у вас, конечно, заливал солярчику, может быть, такого не было. Увы. Минус, я скажу, так, раз, два. Нифигаси. Ну, изначально. Так. И вот в этом месте, где мы открыли. И вот в этом месте где-то. Масковый радиатор. Ну, понял, да? Краник открыт. И там краник, да, открой его сразу. Все, я. Чтобы июнь. Да, мы никого не поедем, что ты перебилешь. Слушай, ну, я думаю, будет хуже, тут прям, ну, понятное дело, все ржавое. Ты это заводи, хотел. Куда хуже-то, блядь? Сыркая форма, интересно. Это неизвучит. Подожди, тут два распредвала и по два клапана на цилиндр. А, зачем так усложнели? Ну, ладно. Это Мерседес. Ну, ржавчина, конечно, какая-то лютая, лютая ржавчина. А озвучено это, чтобы камера сгорания меньше. А хон есть? Конечно, у нас есть. Слушай, по-моему, идеальный, по-моему. О, нифига. Идеальный, Коль. Не эллипсности, ничего, хон на месте. Как ты эллипсности определил? На глаз? У меня опыт уже есть в этом плане. Конечно, конечно. Интересно, формы какие-то. Судя по наличию ржавчины не во всех горшках, видимо, что вода попала не во все цилиндры. То есть, этот, по идее, нормальный. Этот более-менее с эмульсией. И основная ржавчина, конечно же, это вот в этом месте. Наверное, даже если мы клин сорвали бы, то в любом случае, наверное, завести было бы проблематично без разбора мотора. Потому что, ну, вот поршень вверх поднимается, тут клапан, да, и вот этот мусор, он, соответственно, будет встречаться. То есть, свечка сразу так же заплюет всей этой ржавчиной и эмульсией. И получается вывод такой, что чем дальше ты роешь, тем становится больше непонятностей. В плане того, что, по идее, вроде бы мотор реально здесь хон. Никаких задиров, клапана все на месте, мотор был полностью в сборе, вкладыш и все в отличном состоянии, колено тоже. А для чего, все-таки, тот самый второй мотор стоял там? Наверное, просто про запас. Я все-таки думал, что этот клин механический. В данном случае, это чисто время все свое дело взяло, и вода. Запутанная история. Но мы ее распутали. Это Mercedes 116. Наверное, больше мы его не увидим. Потому что он идет, как говорят, в добрые руки. Пацаны, кому нужен 116, заберите, пожалуйста. Всем спасибо за внимание. Мы распутали эту загадочную историю. И у нас все получилось. Тачка поехала практически на ходу. Но делать нужно все. Доводить дома. Всем пока.